Парк имени Николая Щерса – одно из любимых мест отдыха для жителей железнодорожного района. Убраться на этой территории сегодня вышли сотрудники районной администрации, учащиеся близлежащих школ номер 42 и 137, а также воспитанники и работники Центра внешкольного образования «Парус». Собирали мусор и старую листву, подметали дорожки и вместе заряжались хорошим настроением. Это единственный парк для нас в шаговой доступности, куда мы приходим проводить время с семьей, гуляем и мы стараемся по мере возможности участвовать в субботниках и средниках. И в парк сегодня пришли, да, также поддержать и поучаствовать в субботниках и средниках. Напомним, что парк Щерса участвует в федеральном голосовании по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». У жителей района появилась возможность дать этой территории вторую жизнь. Если парк станет лидером голосования, в нем планируют вымостить пешеходные дорожки, обновить зеленые насаждения, оборудовать многофункциональную детскую площадку, обустроить две спортивные зоны, создать летнюю сцену, которая здесь когда-то была, установить новые лавочки, урны, фонари, восстановить фонтан, а также реконструировать символ парка – детскую железную дорогу. Парк достаточно такой значимый для района, ну и для города в целом. Парк детский, на этом делается акцент. В парке расположен дворец пионеров и школьников. Пользуясь случаем, хочется, конечно, пригласить всех неравнодушных жителей, как железнодорожного района, так и граничащих районов, если еще не проголосовали, проголосовать, поддержать идею реконструкции этого парка. Весна, погода хорошая, готовимся к летней оздоровительной кампании. Мы ждем, не дождемся реконструкции нашего дорогого парка Щерса. Территория, можно сказать, своего дома. Дома же мы всегда приводим в порядок, то есть ждем как бы весны, обновления. Проголосовать за парк Щерса можно до 30 апреля на госуслугах или на сайте 63городсреда.ру. За возможность благоустройства борются 20 территорий. Пространство победителей обновят уже в 2025 году. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. Продолжение следует...